Все приветики, дорогие друзья! Сегодня, вы не поверите, но у нас с вами видео про Крыгина Косметикс. Смотрите, что я вам покажу. Это мои баночки, мои, которые моя собственность, потому что я, вы знаете, себе Крыгина Косметикс тоже покупаю. Вот, например, наш флагманский продукт Конкрет, чтобы вам показать, как его распаковывать и сколько там всего внутри, мне он нужен был запакованный. Пришлось купить. Итак, поехали. Давайте немножко о самом бренде и зачем в целом Елене Александровне, то бишь мне, пришло в голову и понадобилось изобретать какую-то свою косметику. Дело в том, что я, конечно, злостный обманщик, потому что каждый раз на протяжении последних пяти лет, когда практически каждое интервью заканчивалось вопросами, «Елен, ну что там, косметику-то свою хотела бы создать?» Я говорила, ну нет, ну что вы, наверное, не сейчас, как придет время, все дела. И, конечно же, я уже была глубоко в разработке, и мы просто это держали в секрете, потому что, честно признаюсь, я не была уверена, что то, что я задумала, оно получится. По нескольким причинам. Во-первых, потому что мой подход всегда проблематичный для всех. С моим перфекционизмом, четким видением идеи, я довольно сложный заказчик всегда. И это во всех проектах и направлении нашей деятельности Крыгина Тим уже не раз отображалось. Куда ни посмотри, везде нам говорили, нет, это невозможно, это невозможно. И вот там, где невозможно, мне туда вот прям срочно надо, срочно надо всех убедить, что не-не-не-не, ребят, невозможно сейчас, завтра будет возможно, потому что мы что? Мы изобретем. И практически все направления, которые сейчас работают и активно функционируют в Крыгина Тим, это студия макияжа, это beauty day, грандиозные мероприятия, beauty елка, купите билет, не забудьте, кстати, их мало. Крыгина бокс, beauty store, все эти направления мы запланировали примерно в одно и то же время. Самым сложным, как видите, оказался запуск своей косметической линии. Потому что, честно, вообще производство в России оказалось делом довольно-таки непростым. Давайте о самом концепте. Когда где-то около пяти лет назад я задумалась о том, что когда-то я к этому приду, и первые мысли появились, я, естественно, сразу же задала себе вопрос, что же я буду производить. Разные мысли были, хотелось помад, каких-то продуктов для бровей, еще чего-то, и мы даже, ну, себя в разных разработках на каком-то этапе попробовали. Благо мне очень быстро прилетела мысль в голову о том, что я занимаюсь какой-то фигней, я изобретаю велосипед. А мне самой этот велосипед не нужен. И тогда я подумала, отложу-ка я эти мысли о разработке. Не надо мне запускать линию бровей, потому что сейчас, это было четыре года назад, сейчас все корпорации запустят свою линию для бровей. Это будет примерно одно и то же, и интуиция не подвела. От помад тоже сразу отказалась, потому что, ну, куда еще, я думаю. Вот сейчас жидких матовых помад не хватает, это четыре года назад тоже было. Я думаю, ну вот сто процентов заполонят рынок эти матовые помады, ну и что мы видим, конечно же, матовые помады рынок заполонили. Я решила отложить разработку до лучших времен, лучших с точки зрения того, что мне, видимо, самой не хватало еще насмотренности, опыта, какие-то другие амбиции не реализовались. И было мне понятно, что как-то рановато немножко. Я подумала, раз я сейчас не понимаю, чего мне, как мастеру, как девушке, как просто бьюти-аддикту, человеку, который влюблен в макияж, баночки, скляночки. Если мне, как своему же потребителю, всего на рынке хватает, ничего делать не нужно. Когда появится потребность, тогда мы вернемся к разработке. Мы запускали все направления, студию, все, смотрели, как работают мастера, смотрели, как происходят покупки в интернет-магазине, опрашивали девушек, которые приходят на бьюти-дей, на все наши мастер-классы и так далее. И в какой-то момент это произошло. В моей голове сложилась четкая и понятная концепция Крагина Косметикс. Как лампочка загорелась, у меня так тыщ, и я поняла, чего мне не хватает. Мне не хватает простоты, мне не хватает качественного упрощения, мне не хватает мультифункциональности и многофункциональности косметики. Мне хочется, чтобы один продукт делал больше. Мне очень захотелось иметь что-то суперфункциональное, чтобы косметичка не ломилась, чтобы все небольшое было, чтобы можно было текстуру свою доработать, потому что я сама знаю, что я хочу. Мне нужны только рычаги, с помощью которых я этого достигну. И вот мне захотелось сделать косметику именно такую. И это оказалось очень сложно, потому что когда мы уже всерьез занялись разработкой формулы, все дела, оказалось, что в этом есть свои сложности, и все это затянулось на годы. На годы, понимаете, не на месяц, а на годы непрерывного тестирования, фидбэка, лаборатории. И это была какая-то бесконечная карусель в какой-то момент, которая уже стала похожа на образ жизни. Я все время что-то тестирую, моя косметичка забита всякими разными баночками с какими-то номерами, версиями, то рецептуры, то цвета. У меня в какой-то момент даже, мне кажется, потерялось ощущение, что мы когда-то выйдем на рынок. Ну, что мы вот просто разрабатываем, и цель нашей разработки — просто разрабатывать. Потому что это было действительно очень долго, и сложностей очень много было. И если вспомнить первые версии наших продуктов, они, конечно, сильно отличались. И благодаря тому, что все очень были идейно вдохновлены этим направлением, и химики, и менеджеры, и все, кто принимал участие в тестировании, и визажисты наши, все, видимо, вот этим вот единым трудом каждый по капельке добавлял, по чуть-чуть, по чуть-чуть, для того, чтобы получить этот результат, который я запланировала. И это, кстати, тоже одна из сложностей, потому что я запланировала то, что невозможно прийти вот так и сказать, сделайте мне вот такое. Нет, мы говорим, это должно быть там более кремовое, это должно быть более стойкое, должно легко растушевываться, должна быть такая-то пластичность, должна быть такая-то смешиваемость, должно быть очень много условий для создания продуктов у нас было. Я понимаю, что мы прям непростой заказчик, и, наверное, нам просто очень повезло, что продукт действительно оказался очень интересным, и всем бы стало просто интересно его разработать, действительно разработать, разработать его классно. И все очень так идейно подходили, короче говоря, к его созданию, каждый на своем этапе. Ну что, как я уже сказала, что Крыкный Косметикс это линия мультифункциональных продуктов для лица, это продукты, которые не имеют привязки к месту действия. Они не для губ, не для глаз, не для щек отдельно, они для всего. Вот там, где хотите, там и используйте, и там вы их использовать можете, потому что мы это проверили. Давайте начнем с нашего флагманского продукта, это конкрит. Это универсальный кремовый пигмент, очень многофункциональный. Он появился в силу того, что мне хотелось, чтобы один продукт заменял мне 10, а то и больше. Так родилась идея создания конкрит. Сам по себе конкрит в тюбике алюминиевом напоминает краску. Кому-то акварельную, кому-то масляную, кому-то акриловую, видимо, кто чем больше любит писать. Упаковка здесь не случайная. Для меня очень важен был тюбик, чтобы не было привязки, опять же, к месту действия, потому что в зависимости от того, чем вы его будете наносить, его место действия может меняться. Потом он легко растушевывается просто пальцами. Ну и вот эта красочная эстетика, она здесь очень важна, потому что конкрит, если вот максимально просто объяснить, что это, это краски для макияжа. На торговых стойках наших в магазинах «Золотое яблоко» и в интернет-магазине он представлен вот так. У него здесь есть, я не знаю, как человеческим языком позвать эту штуку, но в полиграфическом мире эта штука называется «Обечайка», которая защищает и, скажем так, закрепляет коробочку, в которой живет конкрет, это его домик. Давайте сначала с самой упаковки. Для меня очень важно, чтобы все было продумано и все было максимально понятно. Поэтому, если вы разорвете эту упаковку или разрежете, то вы найдете здесь еще больше информации про конкрет, именно про этот оттенок. Это Руби оттенок «Мой идеальный красный», мы о нем отдельно поговорим. Вот здесь про сам оттенок. Здесь как его использовать с дополнительными продуктами, Грагина Косметикс, вот в данном случае с универсальным блеском «Класс Глосс». И вот здесь информация про «Класс Глосс», можете здесь по QR-коду перейти прямо на страничку на сайте. И маленький рецепт о том, как делать такие губы. Вот каждый конкрет имеет свой такой рецепт. Вот, например, у меня еще сохранилась обечайка от оттенка «Плам», такого нежного здесь, «Мейк», о том, как накрасить этим плавом глаза. Итак, поехали. Открываем жестяной домик и достаем то прекрасное, что в нем лежит. Первое, что вы найдете, это вот такая вот газета. Второе, это сам конкрет. Давайте начнем с газеты. Смотрите, разворачивайте. Тут Елена Александровна вас встречает сразу же. Держит в руках эту жестяночку и говорит Крыгина косметикс. А потом, смотрите, рассказывает вам свою цитату. «Мы знаем о косметике так много, что отказались от шаблона в процессе создания продуктов. Наша философия – макияж без границ». Абсолютно согласна с предыдущим оратором. И разворачиваем. Тенс, 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 тенс. На самом деле, понимаете, да, почему я говорю это газета? Это бьюти-газета. Давайте я вам расскажу, почему такая инструкция у продукта, который на самом деле абсолютно интуитивно понятен. Бери и маш. Просто мне хотелось дать вам каких-то готовых решений, потому как это прикольно. Потому что с Крыгиной косметикса, в первую очередь с Конкрет, у меня есть глобальная идея немножко поменять отношение к макияжу в принципе. Мне не нравится то, что подбор продуктов строится только от места действия для губ или для глаз или для чего-то. И мне не нравится, что в макияже сейчас вот этот как раз-таки факт от места действия ограничивает некую свободу. Мне хочется, чтобы макияж был продолжением какого-то внутреннего состояния. И Крыгина косметикса вообще не для того, чтобы быть накрашенной, а для того, чтобы чувствовать и сознавать себя красивой. Вот что важно. И для кого-то это абсолютно легкий нюдовый макияж, утренний пятисекундочка. Для кого-то это красные губы, как для меня. Для кого-то это циановые стрелки. И здесь абсолютно самое важное, это то, как вы ощущаете себя красивой. Не то, как модно, не то, как крашусь я или ваша подружка, а то, как вы ощущаете себя классно. Выходите из дома, в зеркало так глянули и понимаете, что да. Все люди как люди, а я суперзвезда. Вот это очень важно, понимаете? И вот здесь огромная инструкция о продукте, потому что он мультифункциональный. Его можно использовать различными способами. И как профессионалу, и как просто пользователю. Для профессионалов это, конечно, вообще, мне кажется, просто какой-то божественный продукт, который необходим был. Потому что смотрю я на визажистов, как они реагируют, когда берут в руки конкрет. Им вообще ничего объяснять не надо. Им просто даешь вот так тюбик и говоришь, познакомься, пожалуйста. Это конкрет, это продукт, который ты можешь использовать как помаду, тени, румяна, тушь, продукты для бровей. И вообще, как угодно. И хоть для фейс-арты, если хочешь с аэрографом, тоже можешь использовать. В общем, на, и все. И можешь уходить, потому что профессионалы, они как только его открывают, вот так пальчиками текстуру пробуют, ну и все. И они как бы улетают в какой-то космос, и сами начинают с ним развлекаться. И их вообще просто нужно оставить и дать им получить это удовольствие. Они уже сами придумают, как им его использовать. Но здесь есть готовые решения, поэтому существует такая огромная инструкция. Ну и мне очень хотелось эту инструкцию иметь именно для конкрет, потому что это инновационный продукт для рынка. И мне хотелось как бы поговорить. Вы же понимаете, да, сколько я разговариваю. А еще я вдохновлялась этими аптечными инструкциями. Всегда непонятно, для кого их пишут вообще, что там столько букв. И ты так ее разворачиваешь полчаса, потом там мелким шрифтом все написано. И вот мне тоже хотелось, чтобы была такая инструкция, но по делу. Чтобы вот каждое предложение давало какую-то полезную информацию. О том, как это все использовать, вы в том числе можете почитать на нашем сайте. Там все это есть. Так, теперь коробочка. До того, как мы начнем наносить сам конкрет, я хочу вам больше рассказать о коробочке. Потому что у Елены Александровны Крыгиной все всегда должно быть продумано до миллиметра. Короче, эту коробочку я создавала специально, как палитру. И мы вот прям всей командой продумывали ее до мелочей. Первое, на что важно обратить внимание, то, как она встает в руку. Вот ее длина, ширина и так далее. Вы думаете, что это просто коробка какая-то от леденцов? Нифига. Ее делали специально и несколько раз переделывали, потому что она должна быть вот такая идеальная. Второй важный момент. Мы делали ее целью, чтобы она продолжала жить в ваших косметичках, я не знаю, в вашем доме и так далее. В нее идеально встают ватные палочки. Мы прям учитывали размер ватной палочки для того, чтобы она помещалась. Вы же знаете, какая-то огромная проблема, когда ты едешь куда-то в поездку, и тебе как бы целую пачку ватных палочек брать с собой не надо. Ну, а и просто немного высыпать себя в косметичку не можешь. Хотелось бы, чтобы они были как-то защищены от окружающей среды, ибо это все-таки гигиеническое средство. Так вот, вы можете набить эту коробочку ватными палочками и путешествовать с ней. Можете использовать ее для шпилек, потому что это тоже очень удобно. Мы также отмеряли, чтобы в длину коробочки вставала среднестатистическая длинная шпилька. Очень удобно перевозить с собой мелкие украшения, потому что вечно вот эти маленькие колечки и сережечки некуда девать. Ну и вообще для всяких мелочей используйте эту коробочку. Но это в том случае, если у вас таких коробочек много, потому что вы много конкретов купили, и вам нет необходимости их все использовать по прямому назначению. А прямое назначение здесь вот какое. Помимо того, что вы будете носить конкрет с собой, чтобы он у вас там не помялся, не замялся, вы еще будете использовать крышечку от этой коробочки как палитру. Смотрите, открываем конкрет. Вообще не давите, на тюбик он забит до отвалу. Открыли, перевернули, на хвостик нажали чуть-чуть совсем и закрыли. И закрывайте сразу плотно. У кого есть опыт с художественной школой, тот знает, краски нужно закрывать плотно. И вот у вас здесь остался маленький шмяк. Кистью или аппликатором набираете вот здесь вот на палитре и наносите, например, как идеальную красную помаду. Он очень пластичный, очень легко наносится. При этом конкрет это супер пигментированный продукт его вот одного слоя. Достаточно, чтобы получить плотный цвет. В два слоя получается прям густое покрытие. Посмотрите, какой обалденный этот оттенок. Руби это мой любимейший цвет. Сколько лет я уже с ним хожу, тестирую разные его версии. Это вот такой очень правильный, ярко-красный, с холодным потоном, который вообще не будет подчеркивать недостатки кожи. Наоборот, с ним цвет лица становится какой-то визуально очень ровный. И зубы белые. То, что у вас осталось здесь на палитрочке. Можете пальчиком, можете кистью. Немножко наберите, прям на палитре размажьте. Чик-чик-чик. Чуть-чуть совсем, потому что продукт очень пигментированный. Я вам еще раз это повторяю. Много не надо. Экономьте и жадничайте. Хоп, сделали идеальное румяно. Еще немножко набрали, даже чуть-чуть нанесем на глазки. Прекрасно. Вот этот цвет, который у вас остался здесь, вы его не стирайте с палитры. Потому что в линии Крыгина Косметикс есть еще, помимо конкретных, два универсальных продукта, которые подходят для работы с конкрет в первую очередь. Это два разбавителя. Один кремовый, другой жидкий. Они называются Текстюр Мастер. Мастер Текстур, что переводится дословно. Как я уже сказала, один как водичка. И делает конкрет как акварель жидким. И облегчает вам растушевку, и реанимирует его, если он здесь засох. И один кремовый. Если конкрет у вас здесь засохнет, вы капельку Текстюр Мастера капните, и он у вас снова в деле. Он никуда не потечет, поэтому спокойно можете положить сюда конкретик и закрыть, и так хранить его. Вот у меня, например, есть здесь еще другие коробочки. Видите, я тут по парочке конкретов храню. Тут тоже вот подзасохшие есть оттенки. Здесь еще один сразу с аппликатором лежит. И вот также оттенок, который подзасох. Вот смотрите, вот он засохший. Вот вы берете в него капельку Текстюр Мастера Ликвида. Добавляете. Хоп. И он снова в деле, видите? И вы точно так же можете его там пальчиком нанести в качестве румяна. Два раза румяна, это, конечно, сильная такая получилась. Прям свеженькая. У конкрета дофига разных оттенков. То есть этих тюбиков их много. Они все разных цветов. И вы можете использовать их функционально так, как вам нравится. Вот у меня, когда девушки спрашивают, это что? Вот это помада или это румяна или это тушь? Я говорю, вот выберите тот оттенок, который вам нравится, конкретный. И скажите мне, что это для вас. Вот это оно и есть. Как современное искусство. Что видите, то и есть. Вот все наши конкретики, которые есть сейчас на рынке разных цветов. И вот видите, они у меня в одной руке помещаются. А вы на самом деле даже представить себе не можете, сколько это косметики. Вот эта горсточка тюбиков заменит вам огромный чемодан декоративной косметики. И здесь каждый оттенок вы используете просто так, как вам нравится. Руби это идеальный красный. Тот красный, с которым я все время хожу. Скорее всего, вы чаще будете использовать его для губ или для щек. Потому что он отвечает требованиям идеальной красной помады. Это также продукт классный для стрелок. В красной стрелке очень круто выглядит. Или если вы вдруг захотите красный смок, или вы вдруг захотите просто где-то еще использовать красный. Или добавить в какой-то другой оттенок красного, вы можете смело добавлять его. Вот еще парочка оттенков, таких более нюдовых, питч и плам. Которые идеальны для тех, кто любит быстрый макияж утренний, на бегу, на скаку, в машине и так далее. Потому что вот буквально капельку плам или капельку питч на губы вот так вот втерли. Остаточки растушевали на щечках, на глаза. И у вас просто такой свежий вид становится. Как будто бы вы вернулись с отпуска. И конкретно в этом отпуске поправляли свое здоровье. Потому что плам, его вообще невозможно отличить от натурального румянца. Можете прямо на чистую кожу наносить его, растушевывать. Хоть там, мне кажется, если даже под микроскопом смотреть, ты не увидишь, что это декоративная косметика. Он выглядит абсолютно как свой собственный румянец. И он очень красивый на губах. Если плотно их нанести, это такая альтернатива проработанным губам с утра. То есть они выглядят ярко, но абсолютно соответствуют деловому дресс-коду. Лицо не перегруженное. Но при этом губы яркие. Если вы пальчиком втираете, то получается такой легкий, очень натуральный оттенок. И если руби это красный прям must have, то конкрет, плам и пич это натуральные оттенки must have. Один похолоднее, другой потеплее. В зависимости от того, как вы себя комфортнее чувствуете. И в зависимости от того, например, какую гамму одежды вы предпочитаете. Какого цвета у вас волосы. Ну и просто от того, какой нравится. На самом деле самое важное это вот оно. Смешиваемости продуктов Крыгина Косметикс мы посвятим с вами отдельное видео. И отдельно посвятим видео смешиваемости конкрет. Но вот давайте быстрый эксперимент. Вот допустим у вас уже есть руби. И у вас уже есть конкрет. Выдавлю его немного на руку. Попробуйте их смешать. И посмотрите, что получится. Из-за того, что у этих продуктов общие ингредиенты, вы легко сможете получать новые оттенки. И у вас есть еще один такой универсальный кремовый пастельно-ягодный оттенок. И в зависимости от того, больше вы добавите руби или больше вы добавите оттенка питч, у вас этот оттенок будет меняться. И вот на сегодня сделали себе помаду, накрасили, побежали. И вам не нужно к этому оттенку подбирать румяна, потому что он уже сразу для вас румяна. И не нужно под каждый оттенок докупать какой-то продукт. Просто один используйте и для губ, и для щек. И допустим, вы передумались красным. Можете прямо сверху наносить, и получится у вас градиент. Видите, буквально пальцы утираются. И уже совсем другие губы. А продукты-то те же. Вот если они у вас уже есть, вы должны понимать, что мы все сделали для того, чтобы его формула вас вообще никак не ограничивала. Клево же? Остаточки тоже можете использовать в качестве румянца. Поскольку у меня здесь, в принципе, в качестве румян сейчас микс оттенка Ruby и Pitch, это то, что я наносила до этого, то мне не обязательно там смешанный оттенок уже наносить еще раз. Для гармонии этих оттенков они и так хорошо сочетаются. Может, на глаза чуть-чуть добавлю. Это тренд уже какой сезон макияж в одной оттеночной гамме. Только посмотрите, какие губы-то красивые получились. Даже не планировала. Просто как лепесток розы. Бархатные с градиентом. И вот у Concrete, если в целом обрисовать, принцип очень похожий на принцип Lego. Потому что у вас есть один, и вы его используете каким-то конкретным образом. Потом вы докупаете еще один, используете его, как вам больше нравится. И поскольку у вас их теперь уже два, вы можете еще смешивать их между собой. Добавляя еще один оттенок, вы также можете использовать его самостоятельно, как готовый продукт. А можете смешивать вот так. Вот так. Сразу вот так. В разных пропорциях. И получать все новые и новые оттенки. И новые и новые продукты. Которые вам дают всего-то три тюбика. Три тюбика всего у вас уже косметики становится очень много. И так просто до бесконечности. Вы добавляете по одному продукту. И с каждым новым продуктом возможности в макияже стираются и стираются и стираются. Границы уходят, уходят и уходят. В общем, в этом одна из основных фишек Concrete. И абсолютно независимо от того, где, на каком участке вы захотите использовать конкрет, он будет вам удобен. Потому что он вот просто сам растушевывается. И реально, ведь я три года потратила на то, чтобы у вас не было проблемы с растушевкой. Самое главное, чуть-чуть продукта и кисть. Может быть, по первости, работа с кремовыми продуктами, в принципе, покажется вам новой. Но вы поймете, что фишка этого продукта в том, что он очень пластичный. И даже если вы начинающий пользователь, вы абсолютно легко с ним справитесь. Вот, допустим, возьмем другой вариант. Это оттенок Taupe. Он такой серо-коричневый. Возьмем очень маленькую кисточку. Наберем его немножко. И будем использовать этот продукт для бровей. Чтобы вы понимали, это тот же самый продукт, который у меня на губах. Только в данном случае мы будем использовать его на бровях, и он будет точно так же удобен. Тоненько прорисую волоски дополнительные. Продукт такой пластичный, что волоски дорисовывать им это просто какое-то отдельное удовольствие. Можно сделать брови прям очень сильно шире. Причешем. Ну, какие бровья получились. И это все еще продолжает быть тот же самый продукт. И на самом деле, если вы захотите, опять же, добавить, я не знаю, серого сюда и получить какой-то новый оттенок, можете добавить и все смешать. И у вас получится, смотрите, такой пыльно-сиреневый. Очень классный цвет для макияжа глаз, к примеру. И увидите, как он легко растушевывается в эсмоке, сами себе сможете сделать, вот буквально, пальцем за 5 минут. Самое главное, чтобы у вас чуть-чуть продукта было. Чуть-чуть. Со своими пальчиками подружиться надо будет, чтобы определить то движение, которое вам удобно. Видите, как я делаю? Я как бы просто прикладываю пальчик, на котором конкрет, близко к ресничкам. Не растушевываю вот так, а именно прикладываю, отпускаю, прикладываю, отпускаю. Потом чистым пальчиком чуть-чуть смягчаю границу. То же самое, прикладываю, отпускаю, прикладываю, отпускаю. И мизинчиком как бы растушевываю границу границы Вот, видите, да мы минуту с вами не потратили, а у меня уже глаза накрашены Согласитесь, это очень круто А это просто те продукты, которые мы сейчас представляем, что они у вас уже есть То есть вы не докупаете специально себе такие тени Или такую подводку для глаз, если вдруг вы стрелки захотите Или еще что-то У вас это уже есть Давайте кистью наберем, нанесем на нижнее веко Если вдруг у вас средство уже высохло на палитре или на руке Добавьте текстур мастер Вот текстур мастер ликвид я вам уже показывала, водичку Давайте покажу крем Крем удобен чем? В принципе, для того, чтобы разбавить Вот, пожалуйста, разбавили немножко и снова наносим Можете наносить прям кистью, если захотите Видите, глаза получились такого сереневатого оттенка Губы красные с розовым, брови серые И все это идеально сочетается между собой Почему? Потому что это градиент оттенков Благодаря тому, что вы смешиваете эти все оттенки и получаете этот У вас макияж становится очень гармоничным Даже если вы используете несколько ярких оттенков То есть у вас автоматически снимается вопрос Как подобрать один цвет к другому Благодаря тому, что этот сероватый топ Есть в оттенке макияжа глаз И эти оттенки есть в макияже глаз У вас это все автоматически сочетается между собой И вам вообще не нужно думать Как подбирать оттенок и так далее Вы их просто между собой смешиваете и их используете И у вас идеально сочетается все И макияж глаз, губ, бровей, щек Потому что вы все это смешали И вы из всех этих оттенков получили какой-то дополнительный Который, например, используете на глазах И это все связывает ваш макияж в единую картину Понимаете? Философия! Давайте еще расскажу, для чего вам пригодится Тексту Мастер Крим Вот, допустим, вы хотите этот цвет использовать для коррекции лица А он офигенно корректирует лицо Но вы думаете Ой, у меня, наверное, недостаточно навыков для того, чтобы его растушевать Ведь продукт очень пигментированный Вы добавляете Тексту Мастер Крим Смешиваете Получаете полупрозрачную текстуру А ее-то вы уж точно растушуете И рисуете себе шикарные, например, скулы Или, например, нос Благодаря Тексту Мастер Крим Конкрет просто становится Вашим самым послушным другом Даже если у вас нет навыков растушевки Я это, поверьте, тоже учитывала Потому что в комментариях мне все время пишут Леночка, не получается растушевывать, что делать? Вот Тексту Мастер Крим Это продукт, который будет растушевывать все за вас С ним у вас точно получится Обязательно немножко нанесем Вот на складку верхнего века И вот я тоже пальчиком растушу И на нижнее И вот так с конкретами вы можете развлекаться до бесконечности Вот чем больше у вас конкретов появляется Тем больше у вас возможностей в макияже Тем больше у вас средств И на самом деле Вот я сейчас сама, как главный фанат своей же косметики Я вам честно признаю, что конкрет это продукт моей мечты Я вам могу сказать, что я, когда езжу на съемки С очень крутыми фотографами В Нью-Йорк, например, снимать на Vogue Я беру с собой уход Тональные средства, консилеры Тушь, которая будет именно удлинять и давать объем Потому что конкрет дает именно цвет И все Все остальное это Крыгина косметикс И это вот при всех самых больших раскладах Это вот столько Это максимум Это реально помещается все в одну косметичку В одну Вы представляете себе? И у меня ни разу не возникало ощущение, что я как-то недоукомплектована Наоборот Это раньше, когда у меня был большой чемодан В нем дофигища косметики Это все ярусами там уложено Я еду на съемки Или у меня дома туалетный столик заставлен всеми банками Я понимаю, что у меня все равно сохраняется ощущение Какой-то недоукомплектованности Вот сейчас, наоборот У меня вот столичка косметики И я чувствую, что я могу все Нет такой идеи, которую бы мне сказали А можешь так сделать? И я бы подумала Нет, мне не хватит косметики Вот этими маленькими тюбиками Я и как визажист И как просто девушка, которая очень любит макияж Могу сделать вообще все И здесь очень важно Чтобы вы сами для себя определили Как вы будете использовать эту косметику Вот если вы бьюти аддикт Ой, вы прям будете балдеть Потому что это круто Вы будете с таким удовольствием смешивать Получать новые оттенки и так далее Если вам нужно, я не знаю 15-5 даже минутный мейкап с утра Вы тоже справитесь Вы просто подберете для себя оттенки Как я вот уже говорила, да Там, пич, плам Которые будут для вас релевантны Очень быстро вы сможете сделать мейкап Я буду, конечно, записывать сейчас Гигантское количество туториалов Для того, чтобы у вас были прям готовые решения Как конкретным продуктом и конкретным цветом Сделать себе быстрый мейк Я не знаю, супер смоки И еще что-то Если вы профессионал, вот вы попробуйте Если вы врубитесь в эту концепцию 100% будете думать Как вы раньше без этих конкретов жили И вообще без всей этой линии Потому что я сама так думаю И мои друзья крутые визажисты Визажисты, с которыми я уже пообщалась И собрала фидбэк Я вижу, насколько это средство Вот просто как волшебная палочка Для профессионального мастера Короче, на самом деле Как бы это странно ни звучало Но у нас, по сути, целевая аудитория Она не по возрасту Она не по сфере деятельности Она даже по половым признакам не различается Вот аудитория Крыгина Косметикс Это те, кто макияж любят Вот если вы любите макияж Вот вам к нам Вот вам прям ко мне И вы сразу все поймете Сами Ладно, побегу я на свои деловые встречи Все дела Сейчас накрашу только ресницы И в целом, видите Со своим макияжем справилась Буквально вот несколькими всего конкретиками И надо признаться, что я, ну, беру с собой конкрет Но еще ни разу не поправляла Потому что продукт очень стойкий Очень пигментированный И легко выдерживает даже обеды Ну, тут надо признаться, я ем аккуратно С яркими губами бургеры не заказываю Ну, короче, в среднестатистические обеды Чаепитие конкрет выдерживает очень-очень даже легко Снимается он средством для снятия водостойкого макияжа Некоторые мицеллярки берут И можете использовать текстомастик ликвид Для того, чтобы его стереть Потому что раз он разбавитель Значит, он хорошо стирает конкрет Вот, в общем, знакомьтесь подробнее на сайте Крыгина Косметикс с продуктами Приходите в Золотые Яблоки по всей стране Потому что мы эксклюзивно будем представлены Офлайн в Золотом Яблоке И не плачьте сразу те города У которых Золотого Яблока пока нет Потому что Золотое Яблоко запускает свой интернет-магазин И теперь Золотое Яблоко будет у всех И можно будет заказать там Пока вы можете заказать на Крыгина Косметикс Дотком Ну и я надеюсь, что Золотых Яблочек во всей стране В ближайшее время откроется очень-очень-очень много Потому что по праву это самые красивые Самые клиентоориентированные парфюмерные магазины Именно поэтому мы выбрали Золотое Яблоко К своего ключевого долгосрочного партнера И очень хотим развиваться и дружить вместе В общем, пробуйте Давайте обратную связь Уверена, что вам понравится Во второй части этого видео Я вам расскажу об остальных продуктах Крыгина Косметикс И о том, как смешивать это еще между собой Субтитры сделал DimaTorzok